Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и ее ведущий Александр Климов. В Хакасии продолжает развиваться стоматологическая служба. Получить помощь врачей могут даже жители отдаленных сел и деревень. Для этого сформированы мобильные бригады, которые каждый месяц посещают малые населенные пункты. Кроме того, в нескольких школах открыты стоматологические кабинеты, благодаря чему школьники могут получить помощь врачей, не отрываясь от учебного процесса. Какие еще изменения планируются в данном направлении, об этом мы поговорим с главным врачом Республиканской клинической стоматологической поликлиники Анной Сухих. Анна Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Анна Анатольевна, хотелось бы начать разговор немного с другой темы, с изменений, которые совсем недавно произошли. Абаканская городская поликлиника получила статус республиканская. Как это изменение отразилось на пациентах? Для пациентов мы рассматривали вариант по нормативным документам. Получить специализированную медицинскую помощь может человек, прикрепленный к определенной территории по направлению врача-терапевта, что удлиняет процесс попадания тех жителей нашей республики, которые не проживают в городе Абакане, не прописаны, а работают здесь и так далее. То есть для повышения доступности оказания стоматологической помощи мы получили статус республиканская, по которому каждый житель республики Хакасии может обратиться за помощью напрямую к нам, не обращаясь, не прикрепляясь к городским больницам. А также после новости об изменении статуса говорилось, что вы переедете в здание бывшего роддома. Почему до сих пор не переехали? Ну, в связи с тем, когда было проведено обследование этого здания и перепрофилирование идет, то есть с роддома в стоматологическую поликлинику требуется большой ремонт, замены систем. Когда был проведен анализ, составлена в сметно-проектная документация, так как мы государственное учреждение, мы обязательно выходим на любую работу на торги. Случилась такая ситуация, что два раза мы выходили на торги, не было поставщиков услуг. На третий раз у нас все-таки разыгралось, это было в начале 2018 года. Теперь у нас практически 90% закончен ремонт. Я думаю, что в конце года, после получения санэпид-заключения, после получения лицензионных требований, мы уже будем рады принять наших пациентов в новом здании. А, кстати, после переезда в новое здание какое-то дополнительное оборудование придется приобретать? Или вы перевезете то, что имеется сегодня? Это делается в процессе. У нас уже приобретено 6 новых установок. Сейчас установлен уже новый утилизатор со современными требованиями, которые будут обеспечивать работу не только нашего учреждения, но, я думаю, и всех частных клиник. Приобретено все новое медицинское оборудование. У нас будет открыт физиокабинет. Прорабатывается покупка очень дорогостоящего КТ-оборудования, которое еще пока нет на территории Республики Хакасии. На сегодняшний день одна из главных проблем, с которой активно борются все больницы и поликлиники, это борьба с очередями. Как вы справляетесь с этой задачей? Сложно ли сегодня попасть на прием к стоматологу? В новом здании у нас создается дополнительно 8 рабочих мест, на которые мы уже принимаем врачей, еще будем принимать. Проблема остается, острая проблема по детской стоматологии. Потому что объемы на стоматологическую помощь, к сожалению, не делятся на детскую и взрослую. И все понимают, что пролечить ребенка и пролечить взрослого – это две большие разницы. На данный момент у нас все штатное расписание укомплектовано детскими врачами-стоматологами. Вот сейчас ожидаем приезд еще двух новых специалистов именно в области детской стоматологии терапевтической. И в августе приезжает еще один врач-ортодонт, который будет у нас работать. Заканчивает ординатуру специалист и приезжает. Будем разговаривать о том, чтобы уже выделялись дополнительные ставки в штатное расписание. Если продолжать разговор о оказании помощи стоматологической детям, так же, как я уже вначале говорил, на сегодняшний момент, насколько я знаю, в нескольких школах также продолжают функционировать кабинеты, где врачи-стоматологи, не отрываясь от учебного процесса, оказывают детям помощь. Эта практика действует? И в каких школах сегодня такую помощь оказывают? Пока дальше мы продвинуться не смогли. Это 26-я школа, куда могут обращаться дети 9-й школы, заключены договора. Также у нас работает в национальной гимназии кабинет оказания стоматологической помощи. Мы все многие знаем, что в этой школе обучаются в основном дети с отдаленных районов. То есть и вообще с районов республики Хакаси. То есть они полностью у нас санированы. Это самый наилучший вариант, когда дети, начиная с того момента, как они начинают обучаться в этой школе, и до выпуска получают качественную стоматологическую помощь. Пятая школа как-то вот не очень посещает, хотя есть трехсторонний договор Минздрава нашей поликлиники и Минобра, о том, что и администрации города Абакана, о том, что дети этих школ могут получать, не вставать в очереди, не отрывать родителей. То есть делаются осмотры, составляется план-график. Ну вот как бы маленечко хотелось бы обратить внимание и руководителей этих директоров школ, да, и родителей все-таки это в первую очередь. Воспользоваться этим случаем и получать стоматологическую помощь там, не записываясь, не создавая дополнительных очередей. В 2018 году мы открыли на Нижней Согре, также кабинет приема детского врача-стоматолога. Охват стоматологической помощью с каждым годом растет, и уже не первый год вы организуете и выездные приемы для жителей отдаленных и малых сел. Эта работа, она продолжается, и как она налажена? Эта работа продолжается, и за четыре года, я хочу сказать, мы вот поездили, посмотрели, вносим предложение о том, чтобы создать мобильную бригаду на постоянной основе, то есть расширить штатное расписание, ну для этого, чтобы получить лицензию конкретно на создание вот штатного расписания и выезд постоянный, потому что два раза в месяц это все-таки маловато, в связи с тем, что каждый воспользуется всегда стоматологической помощью. Хочет он этого или не хочет, то есть терапевтической, хирургической, ну то есть обращаемость очень большая. К сожалению, в районах не везде есть у нас стоматологи, и в принципе это не совсем, наверное, и целесообразно, содержать стоматологический кабинет в каждом населенном пункте, потому что там дорогостоящие оборудования и так далее, и нет такой потребности ежедневной, да, но вот почаще нам бы хотелось выезжать в соответствии с этим, разрабатывается совместно с правительством, с Минздравом Республики Хакасии. Такая программа, мы ее запускаем, но это все, надо понимать, требует финансирования, я думаю, что к нам прислушаются, будет создано на постоянной основе, чтобы в каждый район мы могли выезжать не два раза, а хотя бы три-четыре раза. Анна Анатольевна, каких перспектив ждать от стоматологической службы, над чем сейчас работаете, что нового ждет жителей Республики? Ну, во-первых, мы все-таки хотим продолжить программу, то, чтобы в каждой школе, ну это, конечно, самый наилучший вариант, как говорится, чего мы хотим, был свой стоматолог, что снизит очереди, повысит доступность, и дети будут постоянно наблюдаться, то есть уже сам доктор будет вызывать, приглашать, осматривать. У нас очень хорошие результаты по национальной гимназии, то есть вообще замечательные. Вот, и поэтому эта программа должна все-таки вернуться вообще на территории всей России. Мы, так как я являюсь еще главным нештатным сотрудником Минздрава по стоматологии, в Москве у нас был пленум стоматологов, да, собирались, это предложение я выдвинула от Хакасии, рассмотреть все-таки возврат именно врачей, детских стоматологов по школам. Сейчас все знают, что запускается национальная программа профилактики заболеваний здорового образа жизни. Мы также участвуем в этой программе, в новом здании, которое мы сейчас вот скоро запустим, надеюсь, в этом году точно будет у нас такой праздник, разработаны, закуплено уже оборудование по профилактике стоматологических заболеваний, обучающие программы для детей, то есть закуплены телевизоры, программы компьютерные, ролики, где будет показано, где будет ребенка приучать с самого начала, как ухаживать, чтобы не бояться стоматолога. Собираемся там все сделать сказочно, чтобы ребенок попадал не в лечебное учреждение, а в сказку. То есть все зависит от того, как мы приучим наших детей общаться с стоматологами. Я думаю, так и будет дальше развиваться наша стоматологическая служба. Анна Анатольевна, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова